Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин растет, уже 62 900 долларов, опускался на 59 000, торговые объемы на выходных были низкие, но вот смотрите, они тоже начали подниматься. И теперь я хочу посмотреть, что будет дальше, потому что на прошлой неделе объемы тоже были низкие, биткоин был 66 000, а затем пришел понедельник и биткоин упал. Смотрите, биткоин опустился на 62 400 и отскочил на 62 900, присоединяйтесь к моему телеграмму, кто-то предлагает идею создать группы на разных языках, а этот чат оставить на английском, можно же переводить автоматически все сообщения, оформите себе подписку платную в телеграмме, за доллар или сколько она там стоит, и все будет автоматически переводиться на английский. Капитализация рынка 2 29 триллиона долларов, 237 000 посетителей на моем сайте, биткоин растет прямо сейчас. Регистрируйтесь на Bybit, получайте бонус до 60 000 долларов. Также здесь начинается трейдерский турнир с призовым фондом 10 миллионов долларов. Индекс страха и жадности в нейтральной зоне, доминация биткоина 53,6%. В этом видео сделаем теханализ биткоина, эфира, я покажу вам свои сделки. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Сегодня я буду осторожным, потому что 7 октября. Если Израиль, если вы думаете, что Израиль как-то с холодной головой подойдет к вопросу мести, то тогда 7 октября все будет нормально. Но если вы думаете, что 7 октября они захотят отомстить, тогда может быть эскалация. На мой взгляд, будет эскалация, поэтому я поставил ордера на покупку ниже. Если я возьму по 62 тысячи, деньги делаются, когда покупаем. Давайте перейдем на графики прямо сейчас. 62 тысячи 800 долларов. И первое, что я вижу на графике, это восходящий клин на часовом таймфрейме. Внутри давление, давление вниз, выходим. 59 это цель, возможная. Но давайте сначала на недельный переключимся. Заканчивается неделя, закрывается свеча. Недельная, прямо сейчас. И эта недельная свеча, это выглядит... Эта недельная свеча не очень бьютифл, честно говоря, потому что это медвежья свеча. На недельном тут все еще массивная чашка с ручкой. Хороший может получиться выход из этой фигуры на 269 тысяч долларов. А также у нас тут массивный бычий флаг. Два огромных бычьих паттерна, в общем. Тем не менее, стахастика разворачивается вниз. А также мы видим канал, в котором ходит биткоин. И моя цель, 51 тысяча долларов. Я не думаю, что биткоин уйдет ниже 48. Вообще когда-нибудь. Но 50 тысяч, это возможно. Поэтому я поставил крупную заявку на 51. В зеленой линии это сопротивление. Теперь перейдем на... А, нет, не переходим на дневной. Криптогрубот все еще держит сигнал на покупку, который я дал в феврале прошлого года. Этого бота можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Биткоин-индикатор бот дал сигнал на продажу. Он дал сигнал на продажу, когда биткоин стоил 66. Если помните. Стохастик на дневном вверх идет. Но на мой взгляд, это ловушка. Хотят в ловушку загнать трейдеров. Я так думаю. Потому что будет эскалация сегодня. Биткоин поднялся уже с 52. Куда он опускался на прошлой эскалации. Поднялся на 66. И затем тоже там были опасения эскалации. И биткоин опустился на 59 в итоге. Поэтому я приготовился к следующей эскалации и поставил ордера ниже. Смотрим на 4 часа. Вот он восходящий. Медвежий паттерн. Внутри давление. Давление. Выходим вниз. Цель 59 тысяч. Это одна торговая идея. Затем также 56 тысяч долларов. И самая крупная заявка у меня стоит на 51. Как это все понимать? Ну вот, например, серая метка справа. Это цена входа в сделку. Цена входа 59,959. Стоп лосс на 59,718. Риск 240 долларов. В расчете на один биткоин без плеча. Заработать можно 6500. С десятом плечом заработаете 65 тысяч долларов. Это одна торговая идея. Затем вторая. На 56 тысяч. Стоп лосс на 54,547. И тейк профит на 269 тысяч. На вершину бычьего рынка в октябре 25 года. И самая крупная торговая идея. На 50 тысяч долларов. Я вам покажу. Но сначала напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 60 тысяч долларов. И теперь там начинается трейдерский турнир. С призовым фондом 10 миллионов USDT. CoinW тоже биржа. Регистрируйтесь, можете получить бонус 3000 долларов. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. И присоединяйтесь к моему телеграмму. Вот он мой телеграмм. Трейдеры общаются. Что-то обсуждают. И теперь давайте идем на мой торговый аккаунт. 656 тысяч 600 долларов. И вот то, что я держу на этом аккаунте. Биткоин 7%, USDT 63%, MCRT 13%, WorldCoin 7%, UNI 7%. И все это растет, включая и биткоины. Это мои трейды. Где я... Подождите. Давайте перейдем на фьючерсы. Вот. Где я продал биткоин. По 65 тысяч долларов. Затем купил по 52 тысячи. И продал по 62 тысячи. Сейчас биткоин 63. Было ли это ошибкой продавать по 62? Ну посмотрим. Также я расставил ордера на покупку. 10 биткоинов по 51 тысяча. 100 эфиров по 2000 долларов. 2400 салан по 80 долларов. И 2 миллиона 400 тысяч дуджкоинов по 8 центов. Теперь сделаем теханализ эфира. Но опять же. На мой взгляд, я вижу на биткоине восходящий клин. Нужно выходить вверх из этого клина. Сломать его. Но я все-таки вижу этот восходящий клин. И я думаю, что трейдеров просто загоняют в ловушку. На самом деле. Посмотрим, как будет, когда откроются рынки. Теперь сделаем теханализ эфира и общей капитализации рынка. Эфириум 2458 на дневном эфир в симметричном треугольнике оттолкнулся от нижней границы этого треугольника. Внутри давление-давление. И выходим в направлении тренда. Можем выйти вверх. Посмотрим. Тут также желтая трендовая линия, которая начинается еще с 2022 года. И посмотрите, эфир отталкивается от этой трендовой. На 1700 долларов. Затем в 23-м поднимался на 4000 долларов. И снова опустился на 2200. А теперь 2400 долларов. Я поставил заявку на 2000. Только что вам показывал. На 100 эфиров. Я там хочу зайти. По 2000 долларов. И также тут симметричный треугольник. Внутри которого создается давление-давление. И может быть отскок на эфире. Но я бы подождал. Посмотреть, как там с этой эскалацией. Будет-не будет. Иран-Израиль. Также здесь большой нисходящий клин. Это вроде бычий паттерн. Внутри давление-давление вверх выходим. Но я бы оставил эту торговую идею. Зайти на 2000. Деньги делаются, когда вы покупаете. Никогда продаете. Если я возьму прямо сейчас, и эфир чуток вырастет, затем упадет, и закроет меня по стоплосу, это... Так я не заработаю. Я зарабатываю, когда подбираю внизу, прям на какой-то панике, там, красные дни на рынке. Затем оно все отскакивает. И это приносит мне большие деньги. Давайте еще на общую капитализацию рынка. Капитализация рынка. 2,1 триллиона долларов. На недельном мы видим бычий флаг. Стохастик направлен вниз. Тоже. Криптогурбот держит сигнал на покупку, который дал еще в 22-м году. Биткоин-индикаторбот дал сигнал на продажу. Давайте на дневной еще посмотрим. На дневном симметричный треугольник, который трендит вниз на общей капитализации. Если пробьет вниз, то уйдем на 1,5 триллиона. Будет ли это падение на 600 миллиардов на криптовалютном рынке? Или все-таки вверх выйдем? Либо вниз мы пойдем. И это приведет нас на 1,5 триллиона долларов. Отсюда, на эту желтую трендовую линию. 1,4 триллиона. Либо мы выйдем вверх. А если вверх мы выйдем, то тогда это приведет нас... Давайте старое поубираем. Да. Короче, это приведет нас, если вверх выйдем, на 3 триллиона. Короче, либо вниз на 1,4 триллиона долларов. Либо вверх на 3 триллиона. Сейчас будет решающий момент. Но на мой взгляд, будет эскалация, и все упадет. Поэтому я торгую осторожно. Я расставил ведра. Готов, чтобы уже туда наливалось. Ну а так-то в основном в USDT пока что. Я уже показывал вам разбивку по балансу. Где это было? Вот она. 63% в USDT. Ждум покупок. На балансе 656 тысяч. Восстановилась чутка на прошлой неделе. Это хорошо. Ну что ж, прошлись по рынку. Еще раз напоминаю, присоединяйтесь к Телеграму. И поставьте себе автопереводчик, чтобы все переводило на английский там. Также трейдерский турнир на Bybit уже начался. Вот она. Можете использовать этот QR-код, чтобы присоединиться к команде. Остановите видео и просканируйте. Либо же под видео есть ссылка. Призовой фонд 10 миллионов долларов. Также среди призов яхты, роликсы, билеты на крутые мероприятия и так далее. В общем, много чего можно выиграть. И теперь давайте комментарии почитаем. Биткоин держится. Ну а помните, кстати, когда биткоин тоже крепко держался на 66 на прошлые выходные. И все-таки думали, сейчас как вырастет еще. А всех в итоге киданули. Пришел понедельник и все обвалилось на 59 тысяч. Я думаю, что в этот раз тоже что-то такое произойдет. Невероятно. Все на айфоне. Да, я все это делаю на айфоне. Джеймс, я когда-то выиграл гивауэй на ютьюбе, но до сих пор не получил вознаграждение. Напишите на мою электронную почту. Разберемся. Как лучше всего зарабатывать на крипторынке? Покупайте дешево, продавайте дорого. Вот какой совет. Джеймс, будь осторожным в Иране. Да я там никогда не был. Спасибо тебе большое. Спасибо лучший теханализ в мире. Спасибо за твои видосы, только что подписался. Половина думает, что будет падать, половина что расти. Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что все-таки сначала упадем. Биткоин прямо сейчас поднялся с 62 тысячи на 63. И затем от 63 развернулся. Но похоже, что здесь W и V-образное восстановление. С массивными торговыми объемами. Поэтому, может быть, вверх пойдет биткоин. Но на мой взгляд, я думаю, что будет эскалация сегодня. Посмотрим, как там пойдут дела. И как отреагирует рынок. Что будет, когда откроются торги биткоин ETF. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Обязательно пишите в комментариях, что мне проанализировать. И что вы думаете. Думаете ли вы, что биткоин сейчас вверх полетит? Или думаете, что будет эскалация на 7 октября, на годовщину. И на рынке будет паника. Я все еще держу Тесла. Жду 10 октября. Когда там будет уже робо-день. Илон Маск и Тесла объявляют робо-день. И это будут очень важные новости для Тесла. Всем хорошего дня. И увидимся завтра.